здесь мы видим бугенвиллию вот она красиво цветет олеандр и бутоны гибискуса из этих самым ароматным является олеандр очень нежный аромат бугенвилли она цветет обильно на солнце гибискус цветет тоже обильно на солнце но цветок держится очень мало после цветения обязательно гибискус обрезаем и олеандр тоже потому что если мы этого не сделаем вырастут новые палки высокие и бутоны будут все на концах побегов если мы хотим компактное растение то обязательно нужно стричь бугенвилли в принципе можно не стричь она постоянно цветет это кофе кофейное дерево сейчас она у нас цветет цветы очень ароматные цветы нужно пылять если хотите получить плоды то нужно либо самим упылять либо насекомые чтобы пыляли процвело завязались плоды хорошо ждем когда плоды созреют нужна подкормка комплексным удобрением мы как правило используем фертику там все есть либо буйские удобрения для цветения многим рекомендую удобрения монофосфат калия но я использую как правило дозировку одну четвертую от рекомендованной но раз в неделю лучше понемножку но чаще чем сразу и много потому что для растения это большая нагрузка когда сразу и много дремиопсис пятнистый это луковичное растение на вид невзрачное да простят меня любители луковичных но аромат просто невероятный вот кто любит очень ароматное растение могу рекомендовать также растение нуждается в подкормке как и все цветущие желательно конечно не передозировать вообще золотое правило если вы удобряете растение лучше не докормить чем перекормить точно также как лучше не долить воды чем перелить